Согласно известной поговорке, цыплят по осени считают, но похоже, не только их. Службы и статистики опубликовали в открытых источниках данные о численности населения Твери. На 1 сентября 2023 года постоянных жителей столицы Верхневолжья насчитали 425 072 человека. Это примерно на тысячу меньше, чем годом ранее. Среди основных причин сокращение не только естественная убыль, но и социально-экономические факторы. Не секрет, что многие горожане, особенно молодого возраста, стремятся в те города, где имеются наилучшие условия для построения карьеры и обустройства своей жизни. На днях IT-сервис SuperJob опубликовал интересные данные о том, какие города россияне считают самыми привлекателями для трудоустройства. Но надо заметить, что данные опроса этого сервиса разошлись теми, которые получили мы. Какой он город-сказка, город-мечта? Примерно с таким вопросом обратились интервьюеры к жителям российских городов. И вполне предсказуемо россияне назвали Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. Они назвали их лучшими городами для построения карьеры. Например, Москву самым удобным городом для успешной работы считают 7 из 10 ее жителей. Петербургу местные жители отдали 57% голосов. На Екатеринбург и Казань, как на лучшие места для карьеры, указали четверо из 10 жителей этих городов. А Нижнему Новгороду предпочтение отдали 38%. Россияне также перечислили города, в которых, по их мнению, тяжело построить карьеру. Так, всего 12% жителей Кемерово считают, что у них есть возможность стать успешными на работе. Также считают и жители Новокузнецка, Оренбурга и Пензы. Только 13% местных жителей назвали эти города удобными для достижения успеха. Ну а теперь о нашем родном городе. По данным сервиса Суперджоп, только 22% жителей Твери считают свой город лучшим для карьеры. 56% против такого мнения и 22% воздержались. Мы решили проверить, так ли это на самом деле и напрямую спросили об этом тверичан. Я думаю, перспективно. У нас много высших учебных заведений, средних там. Пожалуйста, молодежь, дерзайте, осваивайте. Главное учиться, образование, а потом дальше уже. Мне кажется, достаточно перспективен, потому что у нас в городе очень много разных молодежных организаций, в которые можно вступить, в предприятия, в которые также можно попасть. У них много возможностей, как для карьеры, так и для саморазвития. Карьера пойдет просто. Мне кажется, перспективен. Наш город, он исторический, и за счет потока туристов его можно развивать. Есть много заброшенных локаций, которые можно развивать. Даже вот сзади нас находятся здания, которые можно развить. В нем что-то, также посреди какой-нибудь ресторан, бар, школу искусств. Конечно, да. Всю жизнь здесь было много молодежи. Всю жизнь работала. Много очень учебных заведений, университет очень хороший. Медакадемия отличная. Военные академии все хорошие. Мне кажется, у нас очень хорошо. Я думаю, да. Сейчас уже много чего делается для молодежи. Что-то там развиваются какие-то. Открываются комплексы развлекательные. Опять же, много чего. Обучающих центров открывается. Я думаю, да. Еще все будет впереди. Как видим, наши респонденты верят в возможность успешной самореализации в родных краях. И это несмотря на то, что, например, недавно была названа самая высокооплачиваемая вакансия в России, и она далеко не в Твери. За должность генерального директора компания из Екатеринбурга предложила зарплату в 870 тысяч рублей. А на втором месте оказалась вакансия от компаний из Домодедова с предложением косметологу-дерматологу заработать до 450 тысяч рублей в месяц. И хотя в Твери мы таких предложений не обнаружили, большинство опрошенных нами горожан предпочитают жить и работать в родном городе. Возможно, полагая, что дома, как известно, и стены помогают.